ЗЕМЛЕМЕР Скажите, пожалуйста, где бы мне найти здесь почтовых лошадей? Которых? Почтовых? Тут за ствердпутевой собаки не сыщите, то есть почтовых. Вам куда ехать? В Девкино, имение генерала Кохотова. А, поедись за станцию, там стоят мужики, иногда возят пассажиров. ЗЕМЛЕМЕР вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров, колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика. Угрюмого, рябого, одетого в рваную серемягу и лапки. Что у тебя за телега? Черт, все знает. Не разберешь, где у него вперед, где зад. А чего что-то разбирать-то? Где лошадиный хвост? Там вперед. А где сидит ваша милость, там зад. Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусными ушами. Когда возница приподнялся и стегнул ее веревочным кнутом, то она только замотала головой. Когда он вырвался и стегнул ее вторично, то телега заскрипела, завизжала и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара она покачнулась, после четвертого, наконец, сдвинулась с места. А, однако, это мы с тобой, что, дорогу, поедем, а? Спросил землямер, удивляясь способности русских возниц соединять тихую черепашью езду с душевыворачивающей тряской. Ничего, доедем. Лошаденка молодая, шустрая. Разбежиться потом не остановишь. На, 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 проклятая! На, на! Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землямера темнела замерзшая равнина без конца и края. Налево от дороги в темнеющем воздухе выселись какие-то бугры. Не то прошлогодние стоги, не то деревня. Было тихо, но холодно и морозно. Какая, однако, здесь глушь. Никола, не двора. Мирон час нападут и ограбят, так никто не узнает, хоть из пушк поле. Да и возница ненадежная. Видишь, какая спинища. Эдакое дитя природы пальцем тронет так из себя душа вода. И морда у него зверская, подозрительная. Ой, какая морда. Голубчик, как тебя зовут? Меня, да, Клим. На, на! А, Клим. Так, да, Клим. Ну, как вас тут вообще, как... Как... Это не шалят, а? Чё, бог мил, кому шалить-то? На, на, на! Да, это хорошо, что не шалят. А то, значит, я на всех случаях взял три лива-ревера. А с три лива-реверами шутки плохи. Здесь её разбойник может справиться. Между тем быстро стемнело. Телега вдруг завизжала, задрожала и как бы нехотя повернула налево. Ой, куда это ты меня повёз? Ехал всё прямо, но вдруг налево. Чего-то у вас везёт подлец какую-нибудь трущобу и... И... А что, бывают такие случаи? Послушай, так ты говоришь, что это не опасно. Это хорошо. А то, значит, я всё-таки люблю с разбойником драться. На вид я несколько такой худой, болезненный. А силы у меня стоят, как у... у... у быка. Вот на меня напало раз три разбойника. Я одного так трахнул, что... Что... А давай другие измелья в Сибирь. Прям-то на каторгу. Не могу. Хе-хе-хе. Откуда у меня силы берутся, прям не понимаю. Так возьмёшь такого здоровья, вот, вроде тебя, так... Одной рукой, так... Возьмёшь и сковырнёшь прям в чёртовой матерью. Да, брат? Не дай бог, брат, развойник со мной связаться. Без рук, без ног останется там, что и говори. А ещё и по суду ответят. Мне все судьи и справники знакомы. Я вот еду. А начальство известно, что я еду. Так и следит, чтобы меня кто-нибудь худо не сделал. Вот тут вот... По дороге за каждым кустиком урядь гесоцкие понатыканы. Вот за каждой ёлочкой. А, Мед Николаевич! Здорово, дорогой! Постойте, Леня! Куда ты везёшь? Куда ты меня везёшь? Не ж не видите, Лёша. Действительно, Лёша. А я-то испугался. А что это он стал так часто для меня оглядываться-то? Она замышляет что-нибудь. Она же ехала еле-еле на газа ногу, а теперь как мчится. Клим, попреди, Лошадь! Попреди, Лошадь! Приди, Лерседшин! Послушай, Клим! Ты зачем так гонишь, Лошадь? Я не гоню, сама разбежалась. Как разбежаться, никаким средствием не остановишь. И сама не рада, что ей ноги такие. Врёшь! Видишь, что врёшь! Попреди, попреди, Лошадь! А зачем? А зачем? Зачем, что с Астанцией-Садальбой выехали си-восемь, товарищи подбачены? Надо, чтобы меня догнали в этом лесу. Народ всё-таки здоровый, коренастый, указывал по пи-пи-пистолету. Ты чего на меня оглядываешь, Лера? А мне, вроде, ничего не интересного. Я тратил только револеры, показатели револеры, а? Изволь! Изволь! И тут случилось то, чего не ожидал землемер при всей своей трусости. vern! Коралл! Вперё каяни лошадь у делегу! Только не убери мои души! Коралл! Испугался, убежал. Что же мне это теперь делать? Одному ехать нельзя. Во-первых, дороге нельзя, а потом вот по душе эти... Действительно у него лошадь украл. Что ты теперь делаешь? Клим! Клим! Голубчик, где ты? Клим! Клим! От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только вой волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землевера стала коробить вдоль спиры словно холодным терпугом. Клим! Климушка! Часа два прокричал землевер. И только после того, как он охрип, почти совершена, потерял голос и примирился с мыслью о ночевке в лесу. Слабый ветерок донес до него чей-то отдаленный стон. Клим! Голубчик, поедем! Убьешь! Да нет, это я пошутил! Накажи мне, Бог, пошутил! Это я... Нет у меня... Ни химия-револьверы! Нет у меня! Это я от страха врал! Поедем, мерзну! Ну, чего, дура, испугался! Я пошутил, а ты испугался! Садись, садись! Замерз совершенно, садись! Ох, с тобой, барин! Знал бы я, с астацелковку не поехал. Чуть я не помер со страху. На! На! Клим стегнул по лошаденке, телега задрожала. Клим стегнул еще раз, телега покачнулась. После четвертого удара она, наконец, тронулась с места. Землевер! Поднял воротник и задумался. Дорога и Клим уже не казались ему опасными.